приветствую всех зрителей моего youtube канала спасибо что присоединились нашему диалогу давайте сегодня подробно разберем то что успокоит украинцев важно понимать чем живут люди чтобы знать как сделать жизнь граждан украины лучше начну с вопроса который задает роман батарейкин у меня вопрос если все молодые здоровые люди уедут из страны кто всех этих чиновников силовиков начальников оплачивать будет я в такой стране третьего мира жить не хочу чтобы за копейки их и их детей обслуживать у нас тоже и семьи и старенькие родители что делать абсолютно справедливый вопрос потому что особенно касательно силовиков вот у нас наплодили многих силовые структуры которые должны бороться с коррупцией в качестве конкретного примера антикоррупционное бюро государственного бюро расследования антикоррупционный комитет специализированная антикоррупционного прокуратура вот все вместе это стоило 7 миллиардов гривен только в этом году а государство они вернули за весь период за все пять лет четыреста пятьдесят тысяч вот посчитайте их эффективность действительно все люди сегодня уже понимают что вся эта компания силовиков которая сидит на бизнесе на предпринимателей это просто дармоеды их надо сокращать и выгонять поэтому потерпите мы это все понимаем и будем делать так чтобы этого засилия не было всех этих чиновников и их обслуги стас иванов поднимает важную тему размущает дико несправедливость по отношению к врачам на фоне борьбы с эпидемией им с горем пополам выделяют копейки а чиновники и бездельники в наблюдательных советах госкомпаний получают космические зарплаты справедливый вопрос это просто безобразие когда чиновники пришедшие даже не граждане украины получают миллион два гривен в месяц зарплаты врачам не можем обеспечить 20 тысяч гривен те которые обещали власть сегодняшнюю обещала вот мы проголосовали сейчас законопроекты я надеюсь что ситуация изменится и уверен что мы добьемся чтобы врачи получали больше денег мы за этим следим и будем за это бороться Алла Буянова ставит правильный вопрос а когда в последний раз подсчитывали потребительскую корзину это чушь а не расчеты особенно касательно пенсии реалии совсем другие минимальная пенсия не должна быть меньше минимальной зарплаты крутят эти цифры коэффициенты как кому выгодно народ реально голодный это правда пенсионеры сегодня реально голодают потому что пенсия в среднем по стране 3000 гривен но это в целом по палате говорят температура а есть люди которые получают полторы-две тысячи гривен пенсии и столько же примерно получают квитанции на коммунальные услуги то есть на жизнь вообще ничего не остается и увеличение пенсии это то что надо будет делать ближайшее время слуги народа обманули вот эти велюровые все обманули людей когда обещали нормальной пенсии снижение коммуналки а на самом деле занимаются только собой и я врут людям поэтому пенсии больная тема поэтому никогда не голосовали за бюджеты потому что там обирались пенсионеры вот за это будем бороться чтобы пенсионеров не обирали увеличивали пенсии и контролировали цены что тоже немаловажно много наших зрителей испытывают вот проблемы с населением пенсии вот некоторые заданных вопросов виктория драчи запорожье делится своей ситуации я пенсионер 40 лет стажа работы работаю восемь лет пенсию с 1400 кое-как пересчитали до 2 900 теперь мне отказывают в индексации как работающий при этом я оплачу в пенсионные фунды оплачиваю военный сбор я работал всю жизнь металлургии запорожсталь днепр спецсталь стали прокатит она магнивый теперь на производстве института титана машинистом крана ваше мнение это справедливо конечно несправедливо потому что работающий пенсионер не должен иметь каких-то ограничений у нас на самом деле пенсионер вынуждены работать я вот хотел бы чтобы дали мне координаты виктории чтобы я сделал соответствующий запрос что касается военного сбора обещали отменить обманули мы сейчас требуем чтобы он был отменен у нас хватит денег бюджете на военную на минобороны и нечего брать людей дайте мне пожалуйста координаты виктории будем делать запрос пенсионный фонд оля стыценко изрубежно у меня 35 лет рабочего стажа из них 18 лет вредных условиях был конституционный суд где вынесли решение вернуть разрешение на оформление пенсии по вредным условиям почему не исполнили решение суда мне скоро 51 год и хотелось бы вернуть право оформить пенсию которая честно заработала работая на химии это город химиков действительно рубежно я его хорошо знаю и действительно было решение конституционного суда по нашему иску вернуть так называемую первую сетку которая была при советском союзе это особо вредные условия не выполнено решение правительством и мы подали на них в суд и правоохранительные органы для привлечения к ответственности премьер-министра за не выполнение решения конституционного суда и будем добиваться справедливости и будем добиваться чтобы привлекли криминальной ответственности много сообщений о несправедливых тарифов на воду а теперь еще тревожная информация о возможном росте тарифов на свет вот один из вопросов от инны морозова к тарифам на воду газ еще и свет под шумок и в карантин поднимают тарифы да когда это кончится это кончится только тогда когда сегодняшнее правительство и сегодняшнюю власть уйдет в отставку потому что они обманули людей с тарифами они сегодня когда упало потребление и когда сегодня есть возможность снизить тарифы на электроэнергию наоборот их поднимают хотя потребление упало и люди не должны платить тем более в карантин и к сожалению это вранье их не это их позиция она по многим вопросам не только по тарифам я бы очень хотел сказать что мы сейчас этот вопрос решим но это можно решить только после того как будет сменена власть эти слуги уже показали свое инстинное лицо это слуги мвф это слуги международных финансовых спекулянтов но не народа это же это просто люди которые не понимают чем живет страна случайно люди повелись на сказку поверили о них обман любого диктео спрашивают когда будет европейские пенсии зарплаты пособия для детей европейские пенсии зарплаты это сложно обещать а вот пособия для детей мы добиваемся сегодня того чтобы за первого ребенка рождения давали 100 тысяч гривен за второго 250 тысяч гривен а за третьего 400 тысяч гривен причем это как раз с учетом курса доллара то что примерно выплачивать в 2013 году с учетом курса того доллара это вот тогда был доллар 8 гривен сегодня 27 примерно это соответствует и вот это будет как раз помощь молодым семьям потому что они как никто сейчас ветераны инвалиды и молодые семьи нуждаются в поддержке в это сложное время как мы видим люди все больше разочаровываться во власти юрий спрашивают когда закончится вакханалия во всем в жизни государства в том числе и руководстве страны и как скоро я снова отдам свой голос за меня ну спасибо большое юрий при следующих выборах а я надеюсь они будут скоро они будут прежде всего местные выбора выбирайте нашу политическую силу потому что мы знаем что нужно людям мы боролись в оппозиции пять лет против тех нацикал и к сожалению сегодня видим что пришли такие же оголтелые люди которые не понимают чем живут люди не понимают их нужд заботятся только о себе и придется переизбирать к нашему делу присоединяются и подписчики официальной страницки на фейсбуке игорь гнатьев задает вопрос по тарифам объясните пожалуйста с какой радости подняли цену на электроэнергию бедному олигарху ахметову не хватило на 100 грамм конфет ну примерно так это и выглядит потому что когда падает потребление электроэнергии а на него поднимают цену то есть и кому выгодно выгодно монополистам это прежде всего ахметру это прежде всего его предприятия и структуры поэтому это конечно безобразие это конечно обман людей это конечно еще один плевок людям от слуг которые не соображают ничего и вот так вот творят с тарифами важный вопрос волнует наталью бершову почему в школах мало рассказывают изучает великую отечественную войну знаете у нас предыдущая власть занималась тем что пыталась переписать историю то есть они могли дойти до того что уже не то что немцы напали на советский союз они пытались представить что это вообще советский союз на германию напал вот до такого маразма доходила что пыталась сделать предыдущая власть и продолжаются к сожалению те попытки поскольку эти же персонажи и сегодня в культуре и в образовании остались они пытаются переписать историю преуменьшить подвиг нашего народа советских солдат которые ходили бы ходили украинцы белорусы русские арузии армяне весь национальный советский союз сломал хребет нацизму и дал возможность нашей стране развиваться что нас бы не было бы всех уничтожить поэтому вот мы как раз боремся против замалчивания вот этой правды против того чтобы пытались переписать историю и представить себе таким великую нашу победу чем-то каким-то таким непонятным действием хотя погибли миллионы людей и наша страна вынесла на себя основную тяжесть от украина была вся оккупирована немцами поэтому за это боремся как раз вот и отстаиваем под эту историческую правду защищаем наших ветеранов друзья благодарность каждому за участие в диалоге присоединяйтесь нашему диалогу просто оставляйте свои вопросы в комментариях под видео пишите на официальной странице facebook или присылайте по электронной пости до скорой встречи в нашем диалоге